Добрый день дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю четвертую часть моего прохождения игры Крутой Сэм, второе пришествие ХД. Итак, в предыдущей части мы продолжили наши приключения в Южной Америке, в районе города Поленки, и там для того, чтобы пройти, как оказывается, нам надо было пройти в Тиао Тихуакан, и для того нам надо было открыть, по-моему, если честно, я сейчас уже больше не помню, что там происходило, но почему мы там находились, но я знаю то, что мне надо было собрать двух золотых ягуаров, чтобы открыть вход в некий храм, и, да, там что-то, мне кажется, что-то мы подобрали в самом главном храме, но теперь, ну да, теперь мы находимся в Тиао Тихуакане, городе богов, и здесь нам нужно добраться до пирамиды Солнца. Ну ладно, посмотрим, что же здесь происходит. Мне уже не нравится то, что здесь целая куча патронов, это означает, что сейчас нам придется драться с чем-то большим, или с чем-то многочисленным. Так, ну что ж, посмотрим, все как всегда, дробовики при мне, гранатомет, ракетница, огнемет, снайперка, 30 пулю снайперки, а это хорошо. Ну ладно. И что у нас здесь находится? А, там какая-то дверь. Это Томми Ган, я вижу Томми Ган. А, зачет, зачет. У, неплохая музычка. Иннартан, мне вы сможете что-то подсказать здесь? Это Ацтек, дебил. А мы находимся у Маев. И я только что увидел там... Тфу, идиот я вообще-то... Я сам только что опозорился жестко, потому что, конечно же, Тео Тихуакана это уже в землях Ацтеков. Значит, мы уже прошли с района Поленки, конечно же, в земли Ацтеков. Так, во дворе есть алтарь, на нем место для двух масок. Эти маски представляют разные лица Монте-Сумы, одного из величайших и могущественнейших повелителей Тео Тихуакана. Монте-Сума использовал эти маски, когда вершил суд. Очень страшная маска означала, что обвиняемого не много шансов остаться безнаказанным. А уморительно-смешная маска часто предвещала безудержный смех, слезы облегчения и обравдательный приговор. Алтарь пуст. Найди обе маски, верни их на место, и ворота откроются. Маски хранились в двух небольших постройках, справа и слева. От тебя проверят первыми. А это еще что было? Это новый враг. Наемник Зоргов из Бельмеза-4. Металл перевез их солдат на землю из неизведанных глубин вселенной. Они были расой ужасных воинов, но когда захватили больше планет, чем им было нужно, решили слегка сбавить обороты. Большинство из них подались в самоволку на одной из самых красивых тропических планетах системы. Но поскольку они с 10 до 16 только и делали, что загорали, скоро у них вообще не осталось кожи. Уклоняйся от лучей из лазеров. А, значит, это почти как биомеханоиды, только чуть-чуть. Звуки они издают какие-то левые. Уклоняйся от лучей из лазеров. Так, еще один. Я ж тебя вижу, ты че. Ужаль, эти Зорги очень шустрые. Так, посмотрим. Командир Зоргов из Байльмяза 4. Ментал перевез... В общем-то, это означало, что им дадут большую пушку. Они будут ходить в одних трусах и не будут оставлять кровавых пятен на всем, чего коснуться. Обычно они зачищают территорию перед собой несколькими залпами из лазеров. Да ты, козел, куда ты бегаешься? Теперь наши старые друзья. Аккелепное рыло. Ну, давай паду. Ну, еще будем кидать. Ну, конечно. Так, а не позволят меня подобрать спокойно? Домиган. Я как-то сомневаюсь. Потому что мне надо выйти в центр площадки. Поднимем, горит! Горит! Продолжение следует... 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 Подожди, ману. Хм, ладно. Есть тут еще что-то, что мне стоило бы заметить. Так... Я ожидаю, что сейчас на меня свалится целая очередная туса монстров просто с воздухом, поэтому... Ээээ... Ну? По-моему, мне надо сюда зайти. Ага, сохранение игры. Это не очень хорошо. Оооо, это ошибка года уже. Ну, чёрт. Найду возьму это здоровье. Гранату я-то хотя бы, по-моему, у себя не выстрелил. Три точки. Так. Так, пока не меряюсь с этой кушке и не покоят. Так, хорошо. Ну, если эта дверь закроется, спасибо. Я в тем временем пойду возьму эту большую броню. Хотя, честно говоря, я, по-моему, непростительно много патронов потратил. Так, это очень странное место. Здесь слишком много проходов и дверей. Так, ладно, значит, здесь будут боеприпасы. Так, по-моему, я зашёл отсюда. И теперь у меня выбор идти, направо или налево. Пойдём направо сначала. Вот в этих местах всегда можно паскудно... А-а-а-а, это ловушка. Посмотрим, что эта ловушка собой являет. В принципе, это было абсолютно бессмысленно. Хотя нет, может быть, не совсем. Так. Так. Это было ещё хуже. Ладно. Поробним ещё раз. Теперь это уже интересно... Очень интересно. А вот это уже вариант. Это мне нравится. Ух! Вот теперь можно сохраниться. Ха-ха. А теперь можно сохраниться. Так. Я слышал, что здесь где-то биромеханоид. Но только где он находится? По-моему... Я не удивлюсь, если он... Где-то ещё брюнок большой. А-а-а, чёрт. Ладно. Ну, ладно. Ну ладно. Чтобы его можно было просто так улучшить. Так. Снайперские пули. Так, я зашел оттуда, значит мне надо сюда. Нет, зашел отсюда, значит мне надо сюда. Да. Эх, это выглядит, опять, очень похоже на ловушку. Ладно. Я надеюсь, что это смеется маска. Я не хочу думать о том, что за враги это могли бы быть. Черт. Блин, я сколько здоровей из-за двери потерял. Тупость. Так. То там мне целое... Это, как его называется? С тобой мы разобрались. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Не могу лоханулся, конечно. Но, в общем, я думаю, я неплохо справился. Точнее, справляюсь, потому что здесь еще кто-то есть. Только где? Ты, конечно, понимаешь, что музыка — это очень четкий указатель того, что где-то рядом враги. Враги. Ну... Радар, конечно, бы не помешал. Так. Я знаю, что я сохраняюсь очень много, но у меня теперь паранойя. Теперь у нас должна открываться вот эта большая дверь. Да, и что у нас осталось еще из оружия? Ну, у меня нету пушки, и у меня нету мини-гана. Вот за этим оружием и будем... Надо было следить. И как его можно получить. Какие-то непроизвольные рифмы получились. Ух ты! Да ты прикольно. Это ж он и не прыгает. Этого я не ожидал, скажу как есть. Муми слышать их зоргов, или как их зовут? Так. Здесь... Так. Интересный момент в том, что здесь много напальма валяется. Кстати, много пулей тоже. Ну, ладно, может быть, немного, но... Достаточное количество. Что это такое? А, дробовика патрона. Ясно. Ладно. Я полагаю, что здесь опять будет какая-то ловушка, поэтому опять же сохранюсь. Ааааааа... Чувак с бензопилой за углом стоит. А здесь опять ловушка. Здесь опять ловушка. Так. Так. Ну... Где твой... Прибор ради. Чуть-чуть неуклюжий парень. Я же слышу, что ты там находишься. Так. Здесь находится, по-моему, мудила с ракетницей. Здесь находится, по-моему, мудила с ракетницей. А, вот я и вижу чувачка с бензопилой. Ты не очень хорошо спрятался парень. Так. Ладно. На эту... На это место я прошел. И попал... Черт. Только-только промахнемся. Сейчас должен попасть. Черт с ним. О, там у меня супер скорость. И я вижу миниган. Это мне нравится. Так. Что у нас дальше здесь происходит? Ну что, у нас опять будет два прохода. Значит, здесь одни ворота. Ну что... Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ладно, шучу, нет там миллионов. В следующий раз буду серьёзнее, обещаю. Ладно, если я смогу пробраться с первого раза через этот двор, тогда... Ч-ч-ч-ч... Ч-ч-ч... 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 Ч-ч... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужто они повторили эту чертову? Вот это будет больно. Они повторили ту же, бегну с той миссией, которую я так долго не мог пройти в первой игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это раз у меня нет, я на петушке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Они продолжают еще идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это все. Это все из них, которые здесь собрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось с первого раза. Но теперь у меня больше почти нет патронов. Да, в любом оружии. Да, самое мощное оружие пехоты, доступное силам федерации. Да, это, в принципе, уберпушка. Если я бы не подобрал те секретные боеприпасы, я бы откинулся здесь. Потому что, ну, да. Может быть, мне... Надо помнить, что у меня есть вот эта бомба. Это очень важно. Там что-то есть в углу. Но выглядело, что это маленькое здоровье. Идите сюда. Свинца на всех хватит. Ха-ха-ха. Это Камикац с боеприпасами. Давай, парень, иди сюда Спасибо Да, на этого парня это особо не действует Но что мне здесь поможет, это то, что сплэш даймач, так называемый Ну, что я делаю? Нет Идите сюда, свинца на всех хватит Ну ладно, это было поучительно Значит, если я где-то увижу БК с пушкой Нужно их, это приоритетная цель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошел к черту, я не собираюсь Так, здесь сохранимся Да, вообще-то здесь сохранимся, здесь и остановимся Тогда на этот раз, потому что уже немного затянулось видео Но тогда в следующий раз мы продолжим наше приключение в тело Тихуакане И, да, посмотрим, что же нам еще приготовил город богов Но на сегодня это будет все Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео Если это так, тогда подпишитесь на мой канал Если вы поставите лайк или напишите комменты Это будет очень-очень полезно И не забудьте, что у канала теперь есть своя страница в Патреоне Если вы хотите поддержать канал больше, чем чисто своими просмотрами И также у меня есть странички в Facebook, Twitter и ВКонтакте Все эти ссылки вы можете найти в описании в этом видео Также, какие ссылки на мой Twitch-канал На котором я планирую снова начинать проводить стримы по рабочим дням И если вас интересует больше информация У меня есть описание канала Также, как и примерное расписание на самой Twitch-странице И также я буду постить титры каждый раз, когда я буду начинать новый стрим И, да, на этом тогда будет все Спасибо вам за то, что смотрели И увидимся в следующий раз